Культпоход 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 молодые люди, подростки, себя узнают, потому что 12 плюс возрастное ограничение, то есть это вот как раз, наверное, тот период взросления, и все, у кого сейчас дети, подростки есть, наверняка в героях этого спектакля своих детей могут узнать. Ну и себя там есть родители, там есть персонажи родителей. Ладно, давай мы попросим, наверное, наших гостей уже подробнее рассказать. Действительно, почему это мы рассказываем? Нам интересно послушать. Наташ, расскажите, какой замысел был? То есть я понимаю, что из лаборатории вырос этот спектакль, да, за какое время, то есть в чем разница между первым показом, который был назван читкой, хотя это скорее уже, наверное, был эскиз, да, и тем, что сделано сейчас. А потом Мария попросим о ее персонажа и о ее роли подробнее рассказать. В Театре Наспасской проводится лаборатория под названием «Разбор вещей» и «Избранная». На этих лабораториях, на лаборатории «Избранная» мы представляем читки, разных пьес, по девять пьес мы читаем. А «Разбор вещей» там уже другая история, там уже как раз делаются эскизы тех пьес, которые написаны прямо в театре. Так вот, с прошлой лаборатории «Избранная» вот в составе этих девяти пьес был «Бог», пьеса «Бог ездит на велосипеде». И по итогам лаборатории было решено, там опрашиваются и зрители, ну, естественно, и сам театр думает, что лучше, чтобы попало в репертуар. Было принято решение, что эта пьеса, она будет превращаться в спектакль. Вот поэтому решение было принято где-то после лаборатории, а начали мы работать с марта месяца. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, лаборатория «Избранная», основная её цель — найти тексты, незаслуженно забытые, где-то потерянные, и актуализировать их, да? То есть пьеса «Дарья Уткина», я так понимаю, написана в 2014 или в 2015 году. Если принять во внимание, что поколения сейчас меняются гораздо быстрее, тенденции, мода и прочие вещи, эта смена происходит намного интенсивнее. Ты хочешь сказать, что устарел уже текст? Вот я Наталью хочу спросить. Постарел он или нет? Потому что Наташа тоже есть ребёнок примерно такого возраста. Я дважды прохожу этот кризис. Квест. Да, этот квест. Вот эта пьеса, она всё-таки написана Дашей Уткиной и Ирой Васьковской. Это такой творческий тандем прекрасных драматургов, которые пишут вдвоём пьесы для детей и для подростков. Это очень редко встречающаяся пьеса, потому что вообще это пробел такой. То есть вообще найти хорошую пьесу для подростков. Это большая удача, как мне кажется. И я бы сказала, что вот эта пьеса всё-таки не забыта. Она написана в 16-м году. И с тех пор я бы... Ну, не то чтобы пожаром по стране она идёт, но она активно ставится. Была такая опасность, что она написана в 16-м году, а она у нас 22-й. И вот о том, о чём мы говорили, собственно, прошло 6 лет, что-то могло устареть. И честно скажу, что мы просто организовали зум-конференцию с авторами. Серьёзно, да, мы втроём общались по этому поводу, что-то анализировали, и приняли решение ничего не менять. То есть мы рискнули не переписывать какие-то фразы в более таком современном звучании, а попробовать, как написано, так и сделать. И мне кажется, мы сделали правильное решение. Она звучит сегодня так же актуально, как в 16-м году. Мне кажется, ещё такой момент, если, опять же, говорить о тех зрителях, которые были у меня за спиной, они как раз чуть старше. Вот им 20 где-то с небольшим. То есть им в 16-м году как раз было примерно столько, сколько героев этой пьесы. И они вполне могут уже ретроспективно воспринимать её и смотреть на себя в том возрасте, потому что те моменты, которые там, ну, характерны для, может быть, подростков того времени, скажем так, походу на кладбище. Мне кажется, сейчас это уже... Это какая-то эпоха Готов была, когда модно было ходить на кладбище. Эмма Готов? Да, сейчас, мне кажется, уже не такая уж популярная практика. Ну, ещё какие-то такие... Не знаю, мне кажется, что подростки очень любят ходить на кладбище в любое время, в любую эпоху. Я вот любила, например. Серьёзно? Да, это ведь были, там, не знаю, 90-е примерно, на 80-х даже конец. То есть это такая классика жанра. Да, да. В качестве сопротивления. Желание экстремальных ощущений. Тома Сойера вспомни. Не помню. И Геккель Берифина. Они же тоже ходили на кладбище. Да, да, да. Что ж, ну тогда вот к Маше вопрос. Мария, у вас персонаж такой, юный подросток. Насколько он близок, насколько вы далеко от него, может быть, ушли уже? Я не спрашиваю, сколько вам лет. Я 14, наверное, да, герои? Да, 14 лет. 14 лет конкретно, это написано авторами. 14, 14, 14, 14. Были ли какие-то знакомые персонажи, прототипы, с кого можно было бы вот сейчас, может быть, взять какие-то жесты, какую-то пластику? Да, да, именно пластику я брала вот с одной знакомой мне девочке, которой как раз-таки 13 лет на данный момент. И вот с неё я списала некоторые моменты. Это вот такие сведённые носки на ступнях? Да, 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 да. Она тоже, то есть моя героиня, у неё очень сильный характер, но в то же время она зажата, у неё комплексы. Она ещё не стала девушкой, она ещё подросток, который ещё не знает, кем она является. И вот как раз-таки эта девочка, с которой я снимала телодвижения, она как раз такая. У неё есть сила воли, она сильная, но в то же время она зажатая. Она молчаливая, но если ей что-то не понравится, она даст о себе знать. Она скажет, нет, я не согласна. И потом раз опять молчит, это опять собирается в кучку. А у вас, то есть были какие-то воспоминания, ощущения, совпадения с героем из вашего такого же возраста подросткового? Вообще мне героиня очень близка. В принципе, у неё важна в жизни эта семья. Она потеряла брата. Старшего брата, да? Старшего брата, да. И в принципе, вот эта семья. Самая главная тема — это семья. И мне это очень близко, потому что для меня тоже самая моя главная тема в жизни — это семья. И всё, что касается с этим, это вот для меня больная тема. В том плане, что я очень люблю свою семью, и я готова всё сделать ради неё. А тут идёт потери и одиночество. И как вот с этим справляться главному герою? Как справляться девочке 14 лет, которая потеряла самого близкого ей человека? Как вот с этим справиться? Я это искала. Я сама никогда не теряла безумно близкого мне человека. Никогда. Но я могу это представить, глядя на моих родителей, глядя на близких людей. Как больно, да? Какая боль от этой потери может быть? Да, какая боль и как это преодолеть? Ну, надо сказать, что да, есть такой момент важности семьи, но исходя из тех моментов, которые вот остались в спектакле, я не читала пьесу, может быть, там их больше, да, но вот запоминающиеся такие вещи, как будто бы героиня пытается, ну, не то чтобы подстроиться, да, а не огорчить, не обидеть вот тот момент, где она приходит к психотерапевту, и они между собой условно договариваются, чтобы маму не расстроить, ведь мама попросила позаниматься с психотерапевтом, чтобы избавиться от чего-то там, не помню, не помню. Да, просто от проблем. Да, избавиться от проблем. И давай мы по-быстрому сейчас с тобой за 15 минут решим, как правильно отвечать, ну, какая-то такая условия. Сделаем вид, чтобы поработали, чтобы успокоить маму. Да, что ты вылечилась, и всё у тебя хорошо, да, то есть это немножечко такой момент заботы, которая, ну, ущемляет немножко субъектность, да, и немножечко так это подростка подделывает под ожидание. Да, да, она же не зря говорит, что моя мама очень сильный человек, и она может одним взглядом послать вас подметать Аляску. Она побаивается маму. Это же тоже очень такая тема острая, когда дети, как бы родители заставляют делать что-то детей, и когда родители диктуют правила жизни, и дети не могут раскрыться в полной мере, когда им родители диктуют, что им делать. Это уже не совсем про любовь. Это здесь нет. Вот в этом моменте, да, это отцы и дети. Мне кажется, это и сценарии, вот эти все родительские, да, которые для детей прописаны, там мама лучше знает, что нужно героине. Героиню зовут Наташа, да, мы так не назвали имя Наташа. Ну, то, о чём ты говоришь, там как раз характерно больше для второго персонажа. Как зовут мальчика? Кирилл. То есть там как раз ярко вырисован его папа, который стандартную фразу всех родителей повторяет. Ну, не так, я не буквально цитирую, но ты должен стать лучше меня, ты не должен быть лузером, ты должен там все свои способности... Не повторяй моих ошибок. Да, 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 абсолютно такая вещь. Ещё хотела, Наташа, спросить про музыку. Там композитор Рома Цепелев, он специально написал вот эти вот треки, или где-то подбирал, или что это было, или ваше совместное какое-то представление о том звучании, которое должно быть условно в подростковом спектакле. Ну, это очень сложный вопрос вообще, какой должен быть подростковый спектакль, да. Какая-то там музыка должна звучать, как они должны быть одеты, про что они должны быть. То есть не категория должносткования, а вашего представления. Поэтому я подумала, то есть мне захотелось, чтобы в этой команде был Рома, я его пригласила. А Рома, он всегда работает таким образом, что он всегда присутствует на репетициях. Вот, это его способ работы. Поэтому мы репетировали, а Рома был с нами, и весь процесс прошёл от начала до конца. Поэтому вся та музыка, которая родилась, она была найдена в процессе общего поиска. То есть это музыка специально написанная для спектакля? Да. Ну, давайте мы к сюжетной линии вообще будем обращаться? Или оставим интригу, пусть всё-таки зритель придёт и увидит своими глазами, а не слушает, что мы ему рассказываем? Нет, но чтобы зритель пришёл и увидел своими глазами, он должен понимать, куда он идёт. Поэтому надо рассказать, наверное, какой-то сюжет, да. Мы сказали про Кирилла. Кирилл — это сверстник Наташи. Подросток, 14 лет. Ему тоже 14 лет. Они познакомились, да, я так понимаю, между собой. Они познакомились именно у психолога, к которому ходят. Или нет? Совсем так. Они вдвоём ходят. Там, видите, нелинейное существование. Ещё одна особенность этой пьесы. То есть там всё время такие флэшбеки. И очень сложно, в общем, понять. То есть потом только ты понимаешь, что было в начале, что было в конце. Эти два подростка, они ходят к психологу. Да, у них проблемки, как говорит героиня Наташи. Они с этими проблемками пытаются справиться. То есть родители, конечно, их привели, и они вот так справляются. Вообще они познакомились на такой подростковой вечеринке. Познакомились, потому что у них отобрали гаджеты. И пришлось обратить внимание. Это специальная какая-то была вечеринка, где изымают гаджеты, чтобы люди вживую. Нет, это ещё один подросток Света, тоже 14-летняя. Она устроила вечеринку, на которой не было никакого Wi-Fi. Это её принципиальная история. И так случилось, что вот эти два человека, юноша и девушка, без гаджетов, обратили внимание друг на друга и познакомились. И мне кажется, действительно так бывает. Потому что когда человек сидит в гаджетах, он может пройти мимо просто чего угодно. Есть шутка, да, про свадьбу. Свадьба прошла без мрадобоя, в столовой был Wi-Fi. Ну вот примерно так как-то. Вот так они и познакомились, у них отобрали телефоны, и всё. И дальше они, вот дальше всё пошло. И эта линия, ну то есть это развитие какой-то отношений, да, потом? Или вот только ещё намёк на это? Это только намёк. Всё-таки мы видим встречу двух подростков с проблемами. То есть это не про Ромео и Джулина? Нет, это не про Ромео и Джульетта. Они встретились, и они вдвоём смотрят в будущее. Потому что вообще смотреть в будущее страшно в одиночестве. Как мне кажется, не только подросткам. Потому что мы все находимся периодически в ситуации подростка. А подросток для меня очень долго думала, что только, ну как, где подросток и где я сейчас. Это человек в ситуации острого перехода из одного состояния в другое. И вот мы все периодически оказываемся в ситуации болезненного и острого перехода. И тогда вот мы смотрим в будущее и, ну, испытываем много всяких эмоций. Вот как раз вдвоём, мне кажется, смотреть в будущее гораздо бодрее. Не так страшно. Чем по одному, да. Вот мне кажется, это про это история их отношений. И они вдвоём стали смотреть в это будущее. И перешли на какой-то следующий этап. Родители в пьесе, в спектакле, они присутствуют вот так за кадром, где-то отвлечённо. То есть о них только говорят или всё-таки какие-то более глубокие? Там есть четверо подростков. И вот родители есть только у одного. Они присутствуют на сцене, и мы их видим. Как они его, значит, какие у них отношения. А все остальные родители, о них упоминаются, но мы как бы только вот по словам их догадываемся. Какие у Наташи отношения с родителем, какие у Светы, какие там ещё есть персонаж по фамилии Макаров, без имени Макаров. Проблемы у подростков и их родителей, вот у разных подростков и разных родителей, они одинаковые? Я думаю, что проблема коммуникации поколений, она в принципе есть. Естественно, в каждой семье она протекает по-разному. У кого-то более болезненно, у кого-то менее болезненно. Но вот эта ситуация, когда семья начинает говорить на разных языках, абсолютно не понимая друг друга, мне кажется, любые отцы и дети проходят через это. И вот как раз вот этот переход поймали в травматургии. И это очень здорово, когда они говорят на русском, а не понимают друг друга от слова вообще. И за этим очень интересно наблюдать. Про Wi-Fi Наталья сказала, я вспомнила перед эфиром историю из личной, что называется, практики, когда действительно современные подростки, вот ничего не надо, чтобы вокруг не происходило, они погружены в эту историю. Вот этой теме ей тоже уделяется большое внимание, тому, что дети не в реальном мире живут. Это тоже в пьесе есть, но видите, когда мы берем пьесу и делаем спектакль, мы все равно отбираем для себя самые, как вот Маша рассказывала, самую свою больную тему. Это отдельно мы с актерами работали, то есть каждый актер находил свою эмоциональную точку. Все-таки для меня самая больная точка, это, конечно, вот эта вот проблема отцов и детей. Взаимоотношения. Да, взаимоотношения и потеря коммуникации. Это все тот... И проблема перехода из одного состояния, когда ты теряешь почву под ногами и оказываешься в невесомости в другое. Это тоже. Вот, пожалуй, две темы основные, как бы вокруг них я все остальное построила, хотя все остальные темы можно прочитать, мне кажется, они там тоже есть. Ну, что касается темы неопределенности, страха будущего, непонимания, там очень классное решение, то, что мне понравилось в спектакле, там уходят в некий слой внутренний ритуал, который, ну, якобы подсказывает психотерапевт для защиты героини, но, походу, понятно, что это вполне какая-то, может быть, внутренняя интуитивная догадка, то есть там выдуманный психотерапевт советует девочке нарисовать такой защитный круг. Как он назывался, Маша? Символ гидра сверхгалактики. Да-да-да, и нужно условно обижать вокруг него пять тысяч раз, и тогда появится, что там появится? Зомбак-помощник. Зомбак-помощник, да, то есть это тоже такая, знаешь, у всех из детства присутствующая, какой-то сильный друг, несуществующий, выдуманный друг, звук, а там заяц и его несуществующие друзья, ну, какой-то такая... Арлсон был вот у него. Да, у меня в детстве был, когда меня обижали, у меня такой был огромный-огромный металлический робот, ну, то есть была такая игрушка, заводной робот. Я помню, да, такой, да. Федя, по-моему, его звали. Да, а у меня в представлении он был такой большой, я всех обидчиков ходил, потом там разбивал. Ну, то есть это тоже такой механизм защиты, очень классный, и Маша очень здорово, конечно, с ним работает там в спектакле. То, что подростки сидят в интернете, ну, я не знаю, я всегда утомляюсь, когда вот это вот, вот, подростки сидят в гаджетах, они все такие от реальности оторваны, мне кажется, в наше время смешанной реальности, это настолько нормально. Нет, 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 я ведь не против. Ну, в какой-то просто момент это становится стереотипом довольно утомительным, да, но мы все сами тоже живем в этих гаджетах, мы там работаем, мы там переписываемся, мы погружаемся, отвлекаемся, и говорить, что это какая-то характерная особенность подростков, мне кажется, сейчас уже немного странно. Это характерная особенность, наверное, нас всех, да? Да, все, кто приходит с работы домой, все прекрасно знают, первое, что они делают, наливают чай. Цифровая и какая-то повседневная. Берут смартфон и смотрят, что там происходит в социальных сетях. Да, в этом плане, мне кажется, абсолютно все нормально, и я бы не стала там вот такой вот этот традиционный пафос возводить в этом отношении. Вот, а что-то еще хотела сказать по ходу речи Наташи, не стала перебивать, но вылетела из головы, потом, наверное, может быть, вспомню и расскажу. И, может быть, еще чуть-чуть про сюжет, да, Наташа, мы остановились на том, что это не романтическая история, это какой-то поиск найти друга, какого-то общего пути, будущего. Что еще там можно вот рассказать, чтобы не сильно спойлерить? Хороший вопрос. Мне, например, очень нравится язык пьесы, потому что, опять же, возвращаясь к вечному там поиску режиссера пьесы, подростковые и детские пьесы нечасто написаны языком, который можно принять. И в процессе репетиции мы уже растащили все на цитаты, то есть там какие-то такие все время выражения. А давайте примеры приведем? Они прямо в мерчах, по-моему, у вас, на значках, да? Расскажите несколько. Маша, вспоминай. Ну, например, ну вот, все вылетело из головы. Я хочу гулять по большому городу и влипать в большие проблемы. Ты со мной? Мне кажется, это... Вам по 14 лет, какие у вас могут быть проблемы? Я не музыка, я просто помеха. Вот, помеха, да. Был еще такой, на уроке литературы читал кавку. На уроке литературы читал кавку. Как запись в дневнике, да? Да, да, да. Но это и есть запись в дневнике. Получил двойку, на уроке литературы читал кавку. А, кстати, вот у Ромы Цеплева была какая-то зацепка вот именно с этой линией. Там же есть такая сцена, где девочка говорит, что каждого из своих друзей и знакомых, да, она может с какой-то музыкой ассоциировать. И приводит какие-то примеры. У Ромы были какие-то вот в этом отношении? Ну, там была же, вот ты техно, странная музыка, которая включает инопланетяне на вечеринку. Вот, там была, в общем, техно немножко как раз на той вечеринке. То есть там вполне себе техно звучит. Но это единственный момент, где мы прям, ну, как бы сделали как в тексте. Всё остальное там не привязано. И там есть персонаж Светка, которая вообще любит 20-е годы, например. У неё в голове явно какая-то... Та самая, которая отобрала у всех возможность сидеть в интернете. Потому что она любит 20-е годы и не любит, когда Wi-Fi. А тогда не было Wi-Fi. Ну да, это как раз одна из её аргументаций была. Что мы такую ретро-вечеринку устраиваем без Wi-Fi, без гаджетов. И все любим тот период, ту эпоху. Да, и я ещё хотела, наверное, подумать про... Ну вот раз мы заговорили про техно, про движение, про бег. Может быть, раз у нас нет сегодня Ирины Брежневой, и нет возможности спросить про её работу, может быть... Но там хореография, да? Ну, это движение, мне кажется, полностью выстроенное в пространстве. Это не обязательно там вот танец какой-то, хотя, ну, условно, танцы там есть на дискотеке, да? Но там довольно динамично очень много связанных с движением и с решением пространственных. Вы как-то вместе с Ирой делали? Или Ира отдельно действительно вот эту какую-то танцевальную историю? Конечно, вместе. Потому что хореограф спектакля — это ведь не тот человек, который приходит и ставит танец. Хотя так тоже бывает. Ну, бывает и такая задача, смотря какой спектакль. Здесь просто Ира была весь процесс, и она смотрела, чтобы, да, то есть была задача сделать чёткую форму. Графику такую на сцене, и по актёрским телам, и по мезонсценам. Поэтому мы с ней тоже вместе прошли весь путь. Что-то она подсказывала артистам, что-то мы с ней вместе пробовали. Много моментов, например, как «Бежит Маша», это тоже, в общем, помощь хореографа, хотя это совсем не танец. Ну да, я об этом и говорю. А художник у вас, напомните, пожалуйста, спектакль. Художник Алина Алимова, Москва. Она уже не первый спектакль делает. Ну, первый раз я с ней работаю. А вообще она не первый спектакль уже делает в Театре на Спасской. Вот недавно у нас была повесть Белкина. Это её работа, «Макдонах», тоже её «Череп» и «Сканемары» её работа. И детский спектакль «Снегурушка». То есть, в общем, сотрудничество продолжается. Ну, она предложила, мне кажется, очень интересное решение пространства. Не буду рассказывать, но это было неожиданно, и было очень интересно в нём работать. Не хотите рассказывать, да? Ну, а я хочу у вас спросить Гульнарова, как его считали. Нет, ну, понятно, что здесь ассоциация с неким каким-то торговым центром условно-прохладным, нейтральным. Ну, это, кстати, место, где очень любят проводить время подростки. К этому я хотела прикопаться, да? То есть, это такая стереотипизация, которая мне не понравилась. Почему? Это не стереотипизация, это абсолютная реальность. Потому что подростки тусят в торговых центрах, подростки там едят чипсы, подростки сидят в интернете. Ну, то есть, это какое-то такое привычное восприятие довольно буквальное такое понятное. Да, оно узнаваемое, да, возможно, это хорошо для зрителя. Но мне кажется, когда слишком много каких-то вот таких вот вещей, слишком узнаваемых, такой месяц происходит постоянный, ну, как будто бы... Это не претензия ни в коем случае ни к спектаклю, ни к пьесе, ни к чему, да? Ну, просто я, когда таких вещей слишком много, я начинаю там внутренне бунтовать, потому что получается, что это в личном пространстве, там, в литературе или в театре, то здесь происходит не только считывание, не только узнавание, но в какой-то степени и формирование, да, представлений о том, какие они. И это созвучно. Опять же, я сейчас перебираю, да, я сейчас перегибаю палку, но это как будто бы, ну, условно, навешивание каких-то представлений о другом, о чужом, о подростке, как о каком-то таком в другом мире живущем. И если еще один шаг сделать, то это, знаешь, такое представление иностранцев, там, о русских, которые ходят, я не знаю, с балалайками, медведем по сугробам. У них медведем водку пьют, да. То есть это если совсем уже, знаешь, там, продолжать вот такую логическую цепочку вот такого рода вещей, но это не относится к спектаклю. Здесь в данном случае вот эта атмосфера и особенно контрастность с какими-то элементами детской площадки. Они и по цвету очень контрастны, да, то есть там холодный такой торговый центр вот с этими трубами хорошо узнаваемыми, вентиляционными, да, и чуть ближе к... что вы так очень хотели? Я в том, что это совершенно прекрасно и очень рада, потому что каждый зритель говорит свою версию этого пространства. Торговый центр — это первое, я первый раз слышу, и мне кажется, это здорово, потому что, ну, прекрасно, это было для вас торговый центр. Ну, там же есть ещё... А на самом деле, что это было? Вот интересно, подсходите, я спрошу у вас, что это было. Там же есть ещё номера, вот как на бутиках, как на закрытых магазинах, там открывающиеся такие жалюзи, и есть там номеры 24, ещё какие-то, да, там 5, 6, которые, конечно, потом в других сценах преобразуются там в... Ну, могилы, там какие-то, кладбищенские, может быть, номера, и там можно по-разному, конечно, считать, разные какие-то пространства, там совсем уже мистические, мистические. Вот, и это хорошо работает, да, но изначально какая-то вот первая такая, бросающаяся в глаза, это вот какое-то такое индустриальное... Просходите! Сегодня спектакль, завтра спектакль, а до окончания лета... Да, кстати, до конца сезона можно ещё? Нет, мы закрываем сезон в июне, к слову сказать, закрываем ещё премьеру. Вот я удивилась, да, я, потому что читала в пресс-релизе, что Бог ездит на велосипеде последний. Да, нет, всё вот в театре меняется, и, к слову, о наших лабораториях, вот недавно прошла лаборатория «Разбор вещей», она прошла в мае, и тот эскиз, один из трёх эскизов будет премьера, и она будет буквально скоро-скоро 25 июня. Как называется? Я боюсь сейчас сказать название, потому что там, так как это был эскиз, и это была работа драматурга и режиссёра, название искалось, и поэтому вот оно нашлось. Надо на сайте просто посмотреть. Я немножко тут была в своей премьере. Ань, посмотри, пожалуйста. Да, да, ну вот 25 июня будет следующая премьера. И возрастное ограничение, посмотри ещё, пожалуйста. Там 18+. 18+, да? Да. Ну, достаточно быстро собранная работа, да, то есть май буквально чуть больше месяца прошло. Вот такая вот будет работа. Поэтому Бог ездит на велосипеде, будет возможность уже только в следующем сезоне увидеть. И один раз посмотреть вот премьеру вот этого спектакля, да, 25-го числа. Ну что, не отпускает нас театр на Спасской с результатами своих лабораторий. Так, 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 подождите, подождите. То есть до конца сезона не будет, а в следующем сезоне когда? Я надеюсь, что дату открытия сезона я сейчас сказать не могу. Это зависит от множества факторов. Но я уверена, что как только мы откроемся и будет возможность играть в спектакль на сцене, мы, конечно, будем играть Бог ездит на велосипеде. «Заткнись и исчезни» называется спектакль, который будет 25-го числа. Потому что на лабораторию по-другому назывался, поэтому я ещё не выучила. Ну, такой немножко наивный вопрос, Маша, Наташа, кому кто захочет ответить. У вас вчера был предпоказ, генеральный прогон. Довольны работой? Или никогда не бывает совершенства? Я даже не знаю, что сказать. Да, я смотрю на режиссёра, потому что я прислушиваюсь к мнению всегда режиссёра. И даже не знаю, ищется? Всё ещё ищется. И, ну, как я недавно спросила, Наталья Викторовна, она мне сказала, что я иду правильным путем. Верной дорогой. Верной дорогой идёте, товарищи. И да, да. Ну, хочется верить, что всё прошло хорошо. Отлично, спасибо. У нас время идти на рекламу уже, да? Да, мы сейчас убежим, вернёмся, озвучим список призов, и будем разыгрывать. Призов сегодня много. Да, в том числе пригласительный театр на Спасской на премьеру, о которой мы сегодня говорим. Реклама. Культ Поход. Программа Культ Поход продолжается. Наталья Красильникова, Мария Макарова в нашей студии. О спектакле «Бог ездит на велосипеде» мы сегодня говорим. Сегодня и завтра в театре на Спасской премьера. Следующие показы только уже осенью, получается, да, с открытием нового сезона. Сейчас будем разыгрывать призы, в том числе и на этот спектакль. Мы пригласительный предлагаем. На завтра в 18 часов. Напоминаю, что «Бог ездит на велосипеде» возрастное ограничение 12+. Также в театр на Спасской мы разыгрываем пригласительный на 15 июня в 14 часов. Спектакль «Бременские музыканты». Возрастное ограничение 6+. Кроме того, как всегда, у нас пригласительный есть кинотеатр «Дружба на любой фильм» и «Сеанс». Есть пригласительный. Что? В смену нет. А в смену нет пока. Я растеряла, думаю, так делала. Есть пригласительный в Ядскую филармонию на 30 июня в 6 часов вечера. Там будет концерт «Моя мелодия», посвященный 80-летию Муслима Магомаева. Возрастное ограничение 12+. Традиционно разыгрываем книги от магазина «Читай город». Мои любимые пьёси-байки. Всё, что сказала бы ваша собака, умея наговорить Марии Аполейке. Трогательные, смешные иллюстрации истории польской художницы. Руководство для всех, кто связал свою судьбу с собаками. 12+. Лин Рина. Вселенная анимант Крамп. Лондонские хроники. Романтическое дополнение к хроникам анимант Крамп. Любовь, любовь, любовь и ожидание свадьбы. Ограничение по возрасту 16+. Аркадий Шварцер. Хроники спекулянта. В поисках утраченного антиквадриата. Эпатажная, весёлая, неожиданная и захватывающая книга о жизни и деятельности книжного спекулянта 18+. Ну и галерею прогресса, конечно, мы тоже всех приглашаем посетить. Прекрасные фотовыставки там открылись. Улица Лагранжа и Александра Родченко. Ограничение по возрасту 0+. Туда, в галерею прогресса, на Горьковой 5. Это непременно бежать и идти, потому что я сходила. Это какое-то другое мир, другое пространство. Да, это так классно вырывает из всей нашей повседневности. У меня было очень хорошее впечатление от этой выставки. Правда, сходите. Очень советую. Ну вот, 211-101, наш номер телефона. Мы готовы задавать вопросы, а вы готовьтесь отвечать на эти вопросы правильно и выигрывать те призы, которые вам больше по душе. Кто первый? Давайте я. Такой вопрос от театра Наспасской. Сколько спектаклей вошло уже в репертуар театра после участия пьес в театральных лабораториях, проходивших в нашем театре? Нужно назвать число. Немножко подскажем. Это больше ноля, но меньше десяти, скажем так. Те, кто не следит и не ведет счет, а просто приходит и наслаждается, могут, по крайней мере, догадаться. Ой, или это надо просто следить, да? Вот довольно так внимательно. Ну, в гугле этого точно нет. Не найти, не найти. Но я напоминаю слушателям, что мы даем возможность второй попытки, так что если с первой не угадаете и не знаете вдруг, то можно все-таки попробовать вторую. Алло, добрый день. Здравствуйте, это Светлана. Ну, давайте я скажу, 9 PS. Ух ты! Нет, 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 нет. Светлана, очень холодно. А, очень. Так, так, ну давайте. Ой, так. От ноля до десяти, да? От ноля до десяти. Да, уже до девяти. До девяти. Девять было неправильно. Так, ну давайте три. Ах, вторая попытка тоже, к сожалению, неудачная. Промахнулись, Светлана. Ну, хорошо. Удачи вам в другой раз. Звоните. 211-101. Вопрос. Сколько спектаклей вошло в репертуар театра на Спасской после участия пьес в театральных лабораториях? Мне кажется, сейчас уже можно. Это не девять, это не три. Не ноль и не десять. И это от одного до десяти. Не ноль и не десять. У нас осталось еще, сколько еще? Пять? Я не знаю. Шесть циферок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Да, Татьяна. Попробуй две. Нет, это неправильный ответ. Холодно. Вторая попытка. Тогда четыре. Пять. Пять. Хорошо. Да, Татьяна, пять. Вы успели, Татьяна. Это правильный ответ. Вы быстро передумали, и это было совершенно верно с вашей стороны. Какой приз вы хотели бы? А я не слышала прийти, я только подключилась. Потом. Татьяна, у нас есть книжки или пригласительные на мероприятие? Что вы хотите? Может быть, созвонимся? Ботанические или книжку. Нет, нет, нет. Ботанического сада у нас нет. Мы не приглашаем. Тогда книжку. Книжку. Хорошо. Книжку вам поможет выбрать редактор сейчас. Хорошо. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Отпускаем Татьяну. Переходим к следующему вопросу. От Марии. Следующий вопрос. Какие проекты Натальи Красильниковой вы знаете в Театре на Спасской? Вы можете назвать хотя бы один. Да, Театр на Спасской славится множеством проектов для разных аудиторий. И Наталья Красильникова огромную свою лепту внесла в их создание, открытие, проведение. Давайте, называйте, дорогие слушатели. Мне кажется, это всё на слуху. Театр на Спасской довольно хорошо работает в соцсетях, в аудитории. Кстати, вот у этого спектакля была предварительная, забавная такая, как это называлось, флешмоб. Там нужно было для конкурса сфотографироваться в каких-то локациях городских. С названием спектакля и с чем? Как там это было? Софишей спектакля. Софишей спектакля. Да, и были подведены итоги недавно. Один или сколько-то победителей? По-моему, четыре победителя. Четыре победителя. Они получили пригласительные на премьеру. А вы говорили про мерч ещё с цитатами, с фразочками из спектакля. И я вообще про мерч, честно говоря, как-то не думала. В театре на Спасской можно что-то такое найти. Можно уже на три спектакля, насколько я знаю, уже существует это. Можно купить это «Я тебе ухо откусила», «Унтиловск», недавняя наша премьера. И вот на этот спектакль... Это значки или это что-то более серьёзное? И будут ещё стикеры. Очень красивые авторские рисунки, связанные со спектаклем «Бог ездит на велосипеде». Я увидела и захотела такие купить. В общем, вот в театре на Спасской можно не только посмотреть что-то, но и на память себе забрать какую-то вещь, которая будет вам напоминать об этом спектакле. А для подростков, мне кажется, это очень вообще сейчас такая история. Слушай, для всех оставить на память. То есть раньше была возможность только афишу купить. Афишу взять, программу. В контракте, программу купить и складывать куда-то там. А сейчас гораздо более разнообразные выборы. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Да, Наталья. А скажите, а режиссёрские работы или работа в спектаклях? Мария, повторите, пожалуйста. Какие проекты, Наталья Красильникова? Ну, и режиссёрские, и... Просветительские. Мне кажется, режиссёрские, по-моему, обыкновенное чудо. Если я не ошибаюсь. О спектаклях сейчас говорим. Хорошо. А есть ещё какие-то постоянно идущие... Проекты. Несколько лет проекты, да, которые курирует Наталья. Может быть, слышали что-то. Театральная лаборатория, может быть. Да, ура! Ура! Наталья, вы попали. Да, хорошо. Верно, попали в яблочко. Так. Какой приз вы хотите? Скажите, а билеты куда-нибудь? Билеты куда-нибудь? Конечно, на премьеру. Есть театр на Спасской. Бог ездит на велосипеде завтра в 6 часов вечера. Ой, давайте на завтра. Всё, Наталья, мы вас отправляем. Это прекрасный совершенно спектакль. Так что, я думаю, вам понравится. Это завтра, это 11 число в 6 часов вечера. Билетик у нас в редакции, поэтому нужно будет за ним забежать сегодня к нам. Спасибо. Так, всё. Сколько у нас ещё времени мы успеем ещё? У нас есть ещё 6 минут, поэтому у нас есть возможность задавать и задавать вопросы. Отлично. А может, попросим Марию поподробнее рассказать? Нам назвали только один проект, да. А может быть, есть возможность перечислить все? Да, есть ещё проекты «Сказки для Мартина», например. Мне очень нравится этот проект. Я сама в нём, мне посчастливилось поучаствовать. Самые маленькие детки приходят вечером, и актёры читают им сказки. Почему для Мартина? Потому что есть большой такой розовый красивый слон. Это Мартин. И он слушает вместе с детками сказки. Прекрасный вообще проект. Родители и дети слушают с удовольствием. Довольно давно, года три, наверное, уже существует. Ещё больше. Ещё больше даже. Ну и, конечно же, читки, да, в рамках проектов монологии и контрабас и письмовик. Всё, перечислили все заслуги. Далее Красильника. Переходим к следующему. Не все. Далеко не все. Наверное, да. Переходим к следующему вопросу. Вопрос. Вот «Бог ездит на Лос-Петя», один из авторов пьесы, Даша Дарья Уткина. И у нас в театре есть спектакль уже этого драматурга. Наверное, нужно тут варианты назвать. Либо можно попытаться сразу, чтобы... Давайте мы сначала попытаемся, чтобы угадали, а там, если будет сложность, мы попробуем давать подсказочки какие. Какой спектакль поставлен по пьесе Дарья Уткина? Ну, спектакль один. Имя драматурга известно. Это даже загуглить можно. Это можно, можно, конечно. Я даже знаю примерно, какие слова надо вбивать в поисковике, чтобы ответ сразу же был правильным. Молодец. 211-101. Итак, вопрос наш следующий. Какой еще спектакль по пьесе Дарьи Уткиной был поставлен в театре «Нас Паской»? Добрый день. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Светлана, ваш ответ. Может быть, Иван Богатырский сын? Да. А вы, Светлана, знали правильно это или гуглили? Я была на этом спектакле, но сейчас я догуглила. Спектакль помню. Сидели с дочкой, очень понравился. Здорово. Спасибо вам большое за такое знание. Какой пресс вы хотите? Филармония. Филармония, 30 число. Концерт памяти... Муслима Магомаева. Концерт восьмидесятилетия. Это Муслима Магомаева. Совершенно верно. Так, и у нас еще с вами 4 минуты, и мы еще успеваем разыграть один приз. Ура! Да, Мария. Вопрос. Сколько спектаклей в театре на Спасской были поставлены режиссером Натальей Красильниковой? Как режиссером? Да, и как режиссером. А вот это, мне кажется, не знаю, это, наверное, сложный, да? Я думаю, что сложный, учитывая, что я сама не знала эту цифру. От одного до десяти мы точно так же вам даем возможность угадать. Да, это без читок, без монологов, без других. Это именно спектакли. Именно спектакли полноценные. Где Наталья выступала режиссером. 211, 101, от одного до десяти. Сколько спектаклей в театре на Спасской были поставлены Натальей Красильниковой? Это вот прям для любителей-любителей театра на Спасской, кто ходил на все премьеры, кто знает. Я вот примерно так вспоминаю. Первый, второй, третий. Потом был какой-то период, когда я не ходила. И вот сейчас последние годы. Ну, я напоминаю слушателям, вы ведь можете дать первый неправильный ответ, а второй ответ правильный и выиграете приз. Лучше сразу правильный. Ну, мы будем подсказывать, если что, да, намекать. 211, 101, две минуты до конца эфира. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Да, Игорь. Так, значит, мне нужно отгадать число. Да, сколько спектаклей? Спектакли режиссером, да? Да, да. Сколько спектаклей в театре на Спасской поставила Наталья Красильникова? Четыре. Холодно. 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 Больше, значит. Ну, значит. Показываем, мы мычим. Семь. Да! Игорь, это правильный ответ. Отлично, яблочко. Это прямо какая-то иблочко. А вы не знали, вы угадывали, я так понимаю, да? Ну, конечно, как я. Даже сама Наталья не знала, сколько. Какой приз, Игорь, вы хотите? Хотел, конечно, завтра сходить на спектакль. Билет может еще... Билет был только один, к сожалению. Ага. Тогда что, придется, наверное, книгу брать? Придется брать книгу. В таком случае я вас адресую к нашему редактору, потому что редактор вам подскажет и поможет выбрать книжку из тех, что у нас сегодня есть. Ага, хорошо. Спасибо большое, Игорь, за правильный ответ. А нам, наверное, приходит время уже закругляться к завершению программы, к завершению культа похода. Напоминаю, Бог ездит на велосипеде сегодня и завтра в театре на Спасской. В 6 часов вечера. Возрастное ограничение 12+. Спектакль и для подростков, и для их родителей. Приходите. Билеты, по-моему, есть. Немного, но все уже, да? Все. Овербукинг. Так, ну ладно. Как-нибудь попробуйте. Вдруг, может быть, получится. Да? Пролезть. Пробраться. Спасибо большое нашим гостям. Наталья Красильникова, режиссер спектакля. Мария Макарова, актриса, исполнительница роли Наташи, главной героини. Мы с Гульнарой прощаемся до следующей пятницы. Спасибо. До свидания. До свидания. Культ поход.